итак всем привет зрителям моего канала нашим друзья подписчикам в этом видео я буду рассказывать о тональных средствах которые очень люблю это как говорится мой топчик который также еще и хорошо подходит на зиму на морозы также принципе на все времена года вот так как это тональные средства не такие уж и дешевые чтобы вы не тратили свое время и деньги на поиски я решил вот сделать такой мини обзор это я скажу так что мне 40 лет у меня конечно же сухой тип кожи и особенно заметные шелушение особенно зимой конечно очень заметные шелушение в области щек вот эти тональные крема мои принципе можно сказать спасители я уверена что этими тональными кремами можно пользоваться в любое время года но вот на зиму они очень хорошо подходят для меня это вообще большая проблема подобрать правильный тональный крем потому что кожа такая чувствительная то щипет то раздражение то еще что-нибудь и вот эти тональные крема мне очень хорошо подходит дома не продадут как все может быть людям у меня светлая кожа и вот такая вот чувствительная я думаю что светлокожим это такое как мини спасатели мини спасение нам на зиму вот еще из по зимой я наношу вот такой вот крем polar французского бренда вот он разработан специально для зимы как бы для нахождения на улице вот очень хороший крем очень хорошо пахнет и вот такой он текстуры такой немножко как гелевый но очень хорошо ложится скрывать все шелушение тональные крема принципе все тональные крема вот с ним у меня очень хорошо ложатся это мне для меня очень важно а вот а летом и весной вот я использую просто под них использую такой луман и крем брать на убитая с витамином c shine control ну что он контролирует как бы чтобы кожа моя не блестела принципе он отлично с этими заданием справляется вот и сейчас я начну наш обзор вот с такого dior skin nude air он также еще с серумом идет диоровский этот крем так что получается что это еще и такой дополнительный уход и так поехали и так ну вот сейчас я вам его еще раз покажу тут он с такой пипеткой получается он очень такой жидкий конечно же но это и хорошо для сухой кожи это отлично подходит так и пудру сейчас я ее открою ну пудра у меня уже заканчивается вот она таком нет цвета хоть и кажется что она очень темно на самом деле он такая очень прозрачная довольно таки и что еще могу сказать про этот крем что очень хорошо он подходит летом потому что у него фактор тридцатка я его летом используя он очень хорошо действительно держится вот но использовала я уже его с другим кремом так как зимой я использую его вот с этим кремом polar не очень понравился такая новинка принципе недорого он стоит он стоит 17 евро всего у нас здесь финляндии а летом я пользовалась вот таким вот крем чекам покажу умены вот он так что у нас bright now витамин c и тут шайн контроль то есть он чтобы вот летом обычно кожа так блестит и он немножечко как бы матирует и он тоже у меня уже конечно заканчивается позвала я все лето им утку как гелевый такой немножечко как гель ну тоже очень кстати хорошо даже не ожидала что у меня на и такой крем подойдет очень хорошо с диором вот так ну что давайте посмотрим что же заявляет производитель каждому крему вот еще он упаковку я покажу что если будете вдруг магазине упаковочка старая потому что я уже его летом как бы покупала ну вот в такой упаковке он продается в магазине так что же заявляет производитель сейчас посмотрим именно про этот диор nude air serum с термом так как уход еще появляется еще что хотел сказать что очень много оттенков было очень легко подобрать цвет у меня это я вам сейчас скажу меня это десятка вот она у меня светлая белая кожа на на что мне 40 лет вот этот серумом крем не очень хорошо подходит он увлажняет нет даже вы защищает и питает мою кожу так это сейчас я вам расскажу что говорит производитель это невесомая сыворотка кроме идеального покрытия обеспечивает активное увлажнение и насыщение кожи кислородом но что я могу сказать с этим утверждением я соглашусь но не могу проверить насыщает ли он мою кожу кислородом или нет вот но все-таки чувствуется такое увлажнение есть до благодаря натуральным маслом и витамином ухаживает за кожей и придает ей внешнее совершенство ну что же тоже не могу проект если тут какие-то витамины или нет но кожа выглядит гораздо лучше такая ухоженная бархатиста это правда так так но тут еще производитель заявляет что он при натуральном при регулярном извините использование улучшает состояние кожи ну как бы я особо на это не обращала внимание вот но летом не было очень комфортно даже в жару у нас было 30 градусов жары и не было комфортно вот с этим тональным кремом это точно что я могу сказать что это основа то что про говорит производитель а нет ощущения маски на лице это все правда я согласна с этим и она очень жидко хорошо наносится и очень долго держится особенно зимой и под этот тональный крем я использую вот такой такую пудру теоровскую это я не знаю будет ли видно у меня там 005 не могу сказать не видно наверно будет и сейчас я скажу что обещал производитель пудры вот этой вот dior skin и я вам скажу согласны ли с этими утверждениями или нет как это было у меня благодаря невероятно легкой текстуре компактная и рассыпчатая пудра создает эффект свежей сияющей кожи это точно это моя с этим утверждением я согласна это действительно очень хорошая пудра я ее люблю периодически покупаю особенно на лето когда не нужна такая особенная к это защита я ее покупаю и мне нравится как она ложится безупречный финальный штрих но это я просто считаю что нам обещает производитель пудра позволяет коже дышать создавая естественную защиту от воздействия окружающей среды это правда то что у нее легкая текстура это точно и это мне очень нравится ее практически незаметно на лице это очень классная я за это ее ценю и хорошо наложится принципе даже если я возьму не диорский какой-то крем а допустим вот я пользовалась герлен и ложила вот эту вот пудру накладывала диорскую тоже очень хорошо было вот мне понравилось то что она принципе сочетаться с любым тональным кремом вот так вот я бы сказал так это был диор об этом я могу сказать что летом я ее использую и зимой единственное что если конечно же будет уже такой сильный мороз ну я не знаю больше минус 5 минус 6 минус 10 то это тональная основа меня не очень сильно защитит я приду домой если я долго была на улице будет у меня гореть щеки но если там плюс плюсовая температура хотя бы плюс 1 минус 2 минус 5 этот тональный крем защищает мою кожу еще хорошо вот поэтому я его тоже выбираю на зиму но когда естественно не очень сильные морозы только тогда вот так это был диоровский крем сейчас мы перейдем к другому тональному средству герлен и так сейчас я расскажу вам о моем фаворите на зиму это моя я нашла эту новинку вот купила в декабре месяце и очень довольна этим кремом его я могу парикинт порекомендовать это точно это бренд герлен вот лингре д пью называется так это у меня я напоминаю что у меня такая кожа довольно таки белая вот у меня это единичка вот видно это лидер конечно для зимы и соответственно пудру я к нему подбираю вот эту пудру тоже герлен таракотовая пудра сейчас я покажу вам как в магазине от них выглядят упаковки это вот к пудре вот это пудра так ну тоже она с бронзаторами я люблю пудру с бронзатором потому что они придут такое легкое сияние кожи и здоровый вид кожи так это у меня цвет я вам сейчас покажу 03 тоже натурал так и к тональному крему моему кремчику любимому такая новиночка теперь мы один из любимых вот такая упаковка была и да это 01 вот здесь очень хорошо видно что здесь какой-то нота вот для белокожих по моему самый лучший вариант тоже зимой я только использую вот с этим кремом polar вот очень хорошо ложится под этот крем положатся все хорошо тональные средства и этот крем было у нас пару дней таких морозных минус 10 градусов я была с ребенком на улице гуляли мы на саночках катались довольно таки долго и я пришла домой и потом не чувствовалось у меня вот этого жжения как обветренное лицо лицо горит вот этот крем очень довольно таки хорошо защищает хотя я не знаю может быть еще конечно и вот этот крем тоже зимний он как бы тоже защищать таки кожу но dior все-таки не так защищает кожу мою как вот этот герлен так пудра тоже что могу сказать пудра тоже кажется тема на самом деле она тоже такая полупрозрачная ложится она отлично никаких не забивается она так и бывают в пудры которые такие не полупрозрачная довольно таки плотные получается так что где вот сухость у меня на щеках особенно есть забивается прямо там таки получается пятна это меня жутко раздражает эта пудра этого мне не дает тут все окей и тональный крем так тональный крем тоже жидкий я напоминаю что мне 40 лет и вот этот вот именно эти тональные крема к моей сухой кожи очень хорошо подходит он тоже довольно таки жидкий так вот и покажу вам его ну вот такого вот цвета он хорошо так сразу мажется вот очень хорошо подходит для возрастной кожи вот он так коробочке я показала теперь я вам почитаю что обещает производитель от этой пудры и я читала действительно это есть тут написано вот что ну вкладыши знаете в коробочках там есть такие вкладыши и там как реклама идет или описывают какой прекрасный тот анальный крем главная задача тонального средства скрывать недостатки кожи это я даю 10 баллов из десяти у меня зимой кожа такая немножко как с покраснениями в местах сухости и действительно вот этот тональный крем убирает хорошо и скрывает недостатки и причем получается так на лице что не как маска а как вот такое естественно ложится таким тонким слоем а все-таки недостатки скрывать вот это мне очень нравится в нем так скрывать недостатки оставаясь при этом незаметным вот это правда с этим я полностью согласна так состав входят полимеры гиалуроновая кислота натуральные протеины шелка и льна они создают невидимую вуаль которая увлажняет кожу маскируя дефекты с этим я тоже согласна потому что на коже нет ощущения маски но на кожи есть такая как защитная вуаль особенно зимой это очень мне так прикольно это чувствовать действительно немножечко защищает и такая как вуаль на лице но причем приятно и кожа становится очень такой шелковистой и гладкой без дефектов можно сказать кожа при этом еще и очень хорошо сияет с этим вот тональным кремом я полностью согласна и его я могу рекомендовать всем абсолютно потому что у меня очень проблемная кожа мне очень трудно подбирать тональные крема если я что-то нахожу то я очень радую что не надо больше мне задумываться вот это как я говорил новинка герлен я раньше не пользовалась в основном вот ну а про пудру я могу сказать что она очень легкой текстуры очень легкой и и практически она будет давать такое легкое сияние кожи не будет такого чисто матового оттенка вот бы я думаю что эту эта пудра очень хорошо идет вот именно к этому тональному средству пудра терракота light я еще раз покажу коробочки и вот герлен лингре депью что-то такое вот они идеально сочетаются между собой лицо как на обложке журнала это правда хотя и дёрт тоже неплохо но на зиму я предпочитаю вот этот вариант сейчас я покажу перейдем мы к ланком ланком вот и немножечко расскажу про ланком но это был герлен вот это тональный крем ланком тэнт идол ультра в вот так он выглядит у меня здесь я вам сейчас скажу какой у меня 045 цвет не знаю на камере не видно будет но это 045 и фильтр у меня 15 солнцезащитный фильтр здесь вот так сейчас я покажу как выглядят коробочки это от тонального крема так выглядит его коробка чтобы вы смогли проще найти тогда будет его в магазине вот и коробочка пудри так ланкомовская пудра я ее открою так она выглядит изнутри вот она совсем мало использованная поэтому даже печать это видно так и вот так выглядит от нее коробка ланком бра бронс англо и ставим тугло время сиять вот такая зеркальная упаковка и конечно плохо видно но все же найти в магазине вы ее сможете и у меня здесь номер это единичка вот здесь хорошо видно а вот что я могу сказать конечно ланком немножечко может быть нет не совсем для сухой кожи немножко не так хорошо подходит как допустим герлен или вот этот диор да но моем топчике это будет третье место потому что для сухой кожи вообще в принципе тяжело подобрать что пудру что тональное средство для сухой и чувствительной кожи хотел бы напомнить это очень трудно но этот крем принципе справляется сейчас я вам покажу вернее зачитаю что обещает нам производитель тонального крема ланком то что было написано на вкладыше в коробочке так кожа гладкая матовая и шелковистая на протяжении всего дня обещает нам производитель так кожа матовая это да это да будет она матовая но как бы говорится матовая шелковистая не совсем бы сказала может быть да она будет гладкая конечно вот но и все-таки матовая она такая как утяжеляет немножко лицо эффект ну что заметно что у тебя на лице именно какое-то вот тональное средство то есть у него конечно очень хорошее покрытие он закрыл закрывает абсолютно все недостатки кожи это правда да что еще заявляет производитель он напишет что прекрасно скрывать несовершенство кожи при этом оставляет комфортное ощущение увлажненной кожи 24 часа стойкости и комфорта 24 часа но да здесь даже что-то это здесь и написано пройти 24 часа но что я могу сказать комфортное ощущение ухоженной кожи этот крем будет достану может быть часа четыре вы будете чувствуем комфортно но после часов четырех уже когда уже там пять шесть семь восемь часов на вас будет этот тональный крем уже будет ощущение маски но чисто у меня такие ощущения думаю что и все потому что текстура здесь не такая же легкая я вам сейчас покажу что он уже не такой жидкий как те тональные крема вот я сейчас видите он уже такой более такой кремовый и это конечно утяжеляет мне кажется это все на лице уже не будет такого сияния как говорит производитель единственное что действительно его большой плюс что он очень хорошо скрывает недостатки кожи это да и часа четыре точно вы в нем будет ну чувствовать кожа себя будет комфортно вот он не раздражает кожу конечно это тоже очень хорошо большую току плюс ему вот но стойкость и комфорт стойкость по поводу стойкости да может быть он он стойки до еще вот с сочетание с этой пудры он очень хорошо подходит потому что вот эта пудра как вы видите она такая как полупрозрачная тоже с бронзаторами не знаю будет вам видно или нет эти блестящие частички на камере на видно вот но она такая да полупрозрачная и это еще может быть спасает потому что если это была бы какая-то матовая пудра тогда было бы вообще ощущение маски на лице точно и видно было бы так что у вас здесь как маска на лице но в принципе да защита от зимой да если минус 10 допустим да и с этим защитным кремом зимним вот этим который показывала который разработан специально на зиму то хорошо да он будет защищать вашу кожу но если на улице уже минус 10 то естественно наша сухая кожа у кого сухая кожа она будет еще больше шелушиться и тогда он будет когда очень большая сухость кожи на лице лучше им не пользоваться потому что он будет немножко забиваться вот эти сухие участки кожи это мне конечно не нравится меня это жутко раздражает и поэтому лучше его вот все таки как-то поздней осенью может быть после или вот пока такая один градус 0 градусов зимой такую не морозную погоду он идеально ложится будет до кожи 4 часа вы будете как выглядеть как звезда как с обложки журнала и сверху эту пудрочку иногда подна ну наносить она такой придаст легкое сияние кожи до будете выглядеть отлично но когда уже очень сильно сухая кожа то он как бы не очень то и подходит вот это мое мнение вот и еще зимой очень важно я не пользуюсь водостойкой туши потому что мне не нравится ее смывать она плохо смывается и я пользуюсь обычно тушью даже зимой но когда понятно осень и весна когда идет дождик мы используем зонтик но когда уже зима идет снег зонтик использовать как-то не очень прикольно и тогда нужна хорошая тушь вот она зиму и вот когда снежная погода чтобы эти снежинки когда попадают мне на лицо мне там ничего не потекло не растеклось я использую вот такая у меня от эстелаудер от эстелаудер тушь не знаю как она правильно читаться симптос нокаут вот она так выглядит вот но она куда если эти злосчастные снежинки попадут мне на ресницы я уверена что так просто моя тушь уже точно не сдастся и не растечется вот я ее сейчас открою вот такие там ёршик такой сейчас не как-то плохо видно на таком фоне попробую вот видите конечно что я могу сказать никакого суперского там объема или каких-то очень красивых кукольных ресниц она вам не сделает но защитит вас от снегопада если вы в снегопад пойдете у вас нет капюшона то не так просто будет эту тушь снежинком растопить можно так сказать вот это такое мне очень понравилась такая новинка тоже недавно стала польза тоже купила ее на зиму вот так выглядит эта коробочка чтобы вы смогли ее найти в магазине вот это тон у меня 01 black ничего такого особенного но вот этой тушью я довольна принципе не такая же дорогая по сравнению с другими тушами такого же класса уровня но она довольно таки хорошо защитит меня от этих злосчастных снежинок зимой вот итак мы дорогие это были мои рекомендации так первое место первое место я отдаю герлену на зиму да и вообще в любую погоду он отлично ложится скрывает недостатки и при этом не сушит мою кожу я это ощущаю и вот это вот шелковистая вуаль которая была заявлена производителем действительно ее ощущается и кожа когда даже смываешь его нету не стягивает нету какого-то раздражения по тональным кремам это для меня очень важно так как у меня очень такая сухая чувствительная кожа для возрастной скорости ну то есть мне вот 40 лет мне герлен отлично подходит и вместе с этой пудрой они идеально идеально ложатся так потом что у меня будет второе место я отдам ньют эр вот этому диорский ньют эр серума тональному крему отличный крем тоже не сушит кожу действительно ощущается вот уход может быть да потому что кожа немножко если она улучшается потому что здесь составе есть серум вот это получается когда он на вас одновременно идет и уход вот с этой пудрочка наложится идеально это я могу гарантировать и очень он хорошо на лето потому что у него солнцезащитный фактор тридцатка это вообще очень мощь можно сказать и третье место я отдаю ланкому вот его чудесно пудра мне конечно нравится гораздо больше мне понравилось это пудрочка чем само тональное средство но в принципе тоже неплохо это вот я говорю мой топчик для моей чувствительной и сухой кожи просто вот идеально можно так сказать и и вот такая прекрасная тушь ланком эстелаудер вернее извините очень хорошо подходит вот на зиму ну и конечно эти тональные крема можно использовать в любую погоду просто зимой нам получается что нужно больше такого ухода кожа более капризная становится сухая поэтому и конечно с возрастом уже чувствуются вот эти зимние обострения что уже кожа более сухая щеки шелушатся больше и нужно уже как-то ухода больше и конечно выбирать уже средства тональные гораздо тяжелее а вот этому . это я могу порекомендовать и я буду уверена что это действительно вот сочетание именно с этими пудрами конечно еще может быть зависит крем астана под макияжку вы используете но это уже проще подобрать потому что это все таки средства такие не дешевые тратить эти деньги ходить брать эти пробники когда тебя там ну в магазине конечно можно тебе сделать такой пробный макияж но как правило все время в магазине они еще что-то используют такие непростые крема под макияж а вот именно какие-то ну наверно праймеры различные что делают очень такую кожу гладкую и вообще шелковистую и вообще без проблем и да так как эти крема да не конечно стоят своих денег но могло бы быть и подешевле я была бы не против если бы дешевле но все-таки путем проб и ошибок я вот выбираю вот эти вот крема вот и мне бы и дорогие мои было бы очень интересно знать какие вы крема выбираете именно вот для зимы для лета какой крем лучше себя ведет допустим зимой летом что вы выбираете с какими пудрами они сочетаются мне было бы очень интересно знать и тоже может как-то попробовать мне было бы интересно и занимательно я бы сама что-нибудь бы новенькое попробовала но пока у меня вот эти три тональных крема у меня их я не так я не пользуюсь что я вот беру один крем и я мажусь им каждый день потому что во первых происходит как правило привыкание кожи потом все вот эти эффекты увлажнения и сияние кожи как-то потом их не особо то и заметно поэтому я люблю немножечко их так чередовать вот и под настроением еще этот ланком я хотела сказать что да он такой более темный по сравнению с другими зимой или там когда ты все закрыты в открыто одно лицо иногда мне хочется чтобы у меня было загорелое лицо и тогда я беру вот этот вот ланком тент и до ультра уэ он у меня более темный такой наношу я вот эту вот пудрочку и у меня получается отличный ровный загар на лице это мне очень нравится и поэтому если мне надо чтобы лицо сегодня выглядело более загорелым тогда я беру вот этот ланком вот вот это в принципе все что я хотела рассказать надеюсь мое видео было полезным оно позволит вам сэкономить и время и деньги и вам не придется пробовать различные кучу различных тональных кремов и средств и пудр вот это был канал краб-краб коробочка спасибо что были со мной все послушали до конца кто досмотрел мое видео до конца большое вам спасибо всем хорошего настроения всем же скорее бы закончилась эта зима и началась бы уже весна хочется всем пожелать весеннего бы настроения конечно вот это был канал краб-краб коробочка спасибо что были с нами всем пока